Абсолютно нехарактерным явлением сейчас стал так называемый обратный фотосинтез растений. Ученые заметили, что вместо того, чтобы поглощать СО2 из атмосферы, растения его сейчас стали активно производить. Начали мутировать деревья. За последние десятилетия леса Амазонии выбросили в атмосферу почти на 20% больше двуокиси углерода, чем поглотили. В Сибири листреницы с конца 80-х годов тоже начали выбрасывать СО2 в атмосферу. В итоге леса за последние 15 лет произвели газа, столько же, сколько и вся наша промышленность. Мало того, болото, как выяснили ученые, тоже стали резко выделять этот волшебный газ вместо того, чтобы работать как естественный фильтр. А как мы знаем, в природе все очень четко работает. И все не случайно. И пока мы с вами боремся с СО2, природа почему-то делает наоборот и старается его производить все больше и больше. Как вы думаете, для чего мудрая матушка Земля так поступает? Значит, он не такой уж и вредный, и даже наоборот необходимый. Да и любой вулканолог вам скажет, что даже один вулкан выбрасывает в атмосферу больше СО2 и других газов, чем вся наша промышленность за год. Вот это поворот! Таким образом, СО2 повышается вне зависимости от деятельности человека. И речь не в антропогенном факторе. Это реакция нашей планеты на внешнее воздействие, вопреки распиаренному мнению о влиянии человека. И СО2 не нагревает атмосферу, а охлаждает ее. Правда? Не может быть! Может! А кому интересно, можете ознакомиться с адиабатической теорией Сорохтиной. А если проще, вот как это работает. Нижние слои атмосферы нагреваются, а верхние слои остывают. В результате разницы температур атмосфера уплотняется, то есть образуется своего рода естественный барьер, который защищает планету от внешнего вредного космического излучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова